Свой день Наталья Шерер начинает с Битлз. Знаменитые на весь мир Леннон, Маккартни, Харрисон и Стар смотрят на нее с любимой кружки. Ливерпульский квартет в пластинках и на плакатах поселился дома у Натальи еще в студенческие годы. У нас были два парня, которые, собственно, английский выучили по Битлз. И они поступили благодаря этому. Вместе с любовью к молодому человеку пришла любовь к Битлз. Он был фанатом, он все время стоял и крутил. Это были бобины. Я слушала их бесконечно. Все любые занятия, любая подготовка к занятиям сопровождалась Битлз. Потом появилось желание слушать эту музыку, читать и знать о Битлз больше. И тогда началось настоящее увлечение. Знакомые привозили Наталье из Парижа диски и пластинки. Дарили на дни рождения фотографии и плакаты. У нее есть даже тематические футболки, которые она носит летом. Один из последних подарков – изображение Джона Леннона на ткани. Вместе с Натальей творчество Битлз теперь изучают и ее друзья. Я стараюсь рассказывать, показывать всем. Вот на телефоне стоит звонок «All you need is love». Начинается он с Барсельезы. Все всегда вокруг оглядываются, все всегда удивляются, что за странная музыка играет. И потом вдруг вступает Битлз. Привлекает внимание людей, все сразу начинают спрашивать, это кто я. Говорю, это Битлз. Свою историю знакомства с Битлз художник Олег Радин ведет с 1966 года. Он слушал первые их записи еще на папином магнитофоне «Яуза-5». Серьезное коллекционирование винила, это уже началось в 1972 году, когда я купил первую пластинку «Help» без пакета за 40 рублей. Чтобы было понятно, нормальная зарплата у людей была 70-80 рублей. Я принес ее домой и на проигрыватель с корундовой иглой. Я поставил на подоконник, включил дизель и слизи, чтобы все слышали, что у меня есть «Help». Я слушаю дизель и слизи. А потом в коллекции Олега Радина появлялись фотографии из Битлз, которые он выменивал, статьи из газет, которые тайком вырезалось в библиотечной подшивке. Художник даже сохранил кусок забора с дачи с отпечатком от футболки. Его Олег Михайлович вместе с друзьями сделал масляными красками. И хотя написано с ошибкой, чувства поклонников уже тогда были искренними. До сих пор художник собирает все, что связано с любимой группой. Кто может сказать, например, что у него есть диск «Джон Ленн» поет с Салтаном Джоном. Оказывается, вот такой дуэт был. То есть оно вот все потихонечку набирается, набирается. Ну и так вот набралось несколько коробов. Битлз это навсегда. Вот мы сегодня слушаем, они так же современные. Я бы сказал, Битлз так же современен и будет всегда современен, как Владимир Семенович Высоцкий в нашей русской поэзии, в нашей авторской песне. Поэтому это не то, что параллели, но это навсегда. Форелла. Поэтому Олег Радин не просто слушает Битлз. Под их музыку он творит. Чтобы зарядиться отличным настроением на целый день, ему нужно послушать любимую Дизи и Мисс Лизи пять раз подряд. Количество пластинок в своей коллекции Радин никогда не считал, потому что у него может быть один и тот же альбом в разных изданиях и оформлении. Во Всемирный день Битлз послушать музыку на настоящих виниловых пластинках художнику пришли друзья с эксклюзивным подарком. Это мюзикл, двойная пластинка, где играют песни Битлз, разные группы, около 70 человек играют эти песни. Она тоже относительно редкая. Во всяком случае, я за ближайшие 10 лет не встречал такую. Всемирный день Битлз собрал вместе и курских музыкантов. Для многих из них Ливерпульская четверка в свое время стала открытием в другой мир. Они бессмертны, что тут говорить. Мне кажется, что они есть и сейчас. Очень много каверов на Битлз существует. Очень много групп играет в таком же стиле, сейчас даже в наше время. Очень много песен их живет по сей день в различных вариациях. Под звуки двух гитар и губной гармошки хиты Битлз приобрели свой колорит. Озорной, мелодичный, но узнаваемый в любом исполнении. Кристина Струкова переложила знаменитую песню Джона Леннона «Imagine» для скрипки. Эта композиция – одна из ее любимых. Она входит в список самых популярных в мире. И именно «Imagine» ежегодно звучит на Times Square в Нью-Йорке по последние минуты уходящего года. Можно, собственно, любить или не любить творчество группы Битлз, но тот вклад в мировую музыкальную индустрию, культуру, которую эта группа внесла, не отметить невозможно. Под музыку на все времена пели в этот вечер все. Звучало даже посвящение Битлз. Писатель Александр Плохотин подготовил монолог о том, как пришел к музыке, которая когда-то была под запретом. Если мы послушаем Битлз, ранние Битлз, это буквально бит, свинг немножко. Чем дальше, уже мы слышим арт-нотки, даже немножко хард-нотки. То есть они все явные. 60-е начало и конец 70-е студийных работы. Это я имею в виду «Сержант Пеппер», «Летед Би», «Эбби Роуд». О том, кто такие Битлз, у каждого свое представление. Это музыка, чтобы вместе с ней жить и творить. И как пели сами Битлз, пусть будет так. «Сержант Пеппер», «Эбби Роуд».